С Кыргызстана в сфере зеленой энергетики собирается сотрудничать компания Teltu Energy из Китая. Она специализируется на возобновляемых источниках энергии и экозарядных станциях для электромобилей. Проведя анализ, компания решила, что Бишкек идеально подходит для реализации их проекта. Мы видели, что на этом стране уже очень активно развивает энергетика и электромашины. Вашей стране уже из Китая заказывали, где около 200 электронных автобусов. И мы готовы поставлять наши станции и наши групповые станции в Бишкек, что из Китая будем присылать наши специалисты по энергетике. Мы можем решать городское снабжение электросети и решать вопросы, как бы дефицит такие вопросы. Китай проявляет большой интерес к сотрудничеству с Кыргызстаном в сфере энергетики. Так началась реализация нескольких проектов в этом секторе, которые были достигнуты в рамках визита первых лиц государства в Поднебесную. Компания TBA возьмет на себя строительство Сараджасской ГЭСЭЛЭПКИМИНТУРГАТС под станцией на 500 кВт. Но с другими тремя компаниями подписано соглашение о строительстве солнечных станций. Например, компания China Power построит в селе Торугар Тесыкульской области линию на 500 кВт до подстанции Кэмин. В числе этих компаний есть и те, кто собирается построить ветряные станции. Сейчас проводятся исследования территории. По подписанным соглашениям мы начали реализацию. Ну а в рамках визита Ахлбека Джапарова в Суар было подписано 15 документов и два контрактных соглашения. Девять по угольным месторождениям, а шесть по электроэнергии. По двум соглашениям уже подписаны контракты по добыче угля. Заводится необходимая техника. По угольному месторождению Ахулак по контракту предусмотрена добыча в год двух миллионов тонн твёрдого топлива. Другой контракт – это месторождение на юге Бешбуркан. Ещё одно большое соглашение связано со строительством ленточного конвейера в Иркештаме. Земля выделена, обещают закончить работу в этом году. Это поможет избавиться от контрабанды и вести чёткий учёт вывозимого угля. Всего по итогам первого госвизита Садыра Джапарова в Китае было подписано соглашение на более чем 1 миллиард долларов. Сегодня экспортируется из нашей страны в Поднебесную 18 видов товаров. А свыше 30 наших компаний находятся в зелёном списке этой страны. Важно отметить, что Китайская Народная Республика является нашим стратегическим партнёром. И в рамках нашего сотрудничества только по итогам полугодия с Китайской Народной Республики в Кыргызскую республику поступило свыше 101 миллиона долларов прямых иностранных инвестиций. И Китай сегодня находится на первом месте по притоку иностранных инвестиций. Так, по итогам прошлого года товароброд Кыргызстана с Китаем увеличился в 2,7 раза и составил более 4 миллиардов долларов.